Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Вопадом. Сегодня речь пойдет о замечательной книге для самых юных читателей, очень поучительной и очень необычной. В чем же ее необычность? Значит, автор и художник из Литвы, автор Мариус Марцинкевичус и иллюстрации Лины Даудайте, придумали историю. Причем здесь художник полноправно выступает со автором детской книги, потому что, конечно, без очаровательных персонажей, которые придумала Лина Даудайте, но не получилось бы эта история. Очень уж многое позволили себе оба, так сказать, я бы сказал, со автора этой детской книжки. Что еще раз подтверждает мой тезис? Вообще говоря, талантливому человеку можно все. Самое главное правило в придумывании, в фантазировании, в создании детских персонажей и детской литературы звучит следующим образом. Правил-то не существует. Потому что, действительно, если мы начнем читать эту историю, мы, во-первых, удивимся, что эта история про поросенка Пятачка ничего не напоминает, да? Вы скажете, ой-ой-ой, крас нехорошо. Друзья мои, это совершенно другой Пятачок. Начать с того, что оригинальный Пятачок, по-моему, в мультфильме, во всяком случае, точно не катался на коньках. Что у него было в книжке Милуна с Кристофером Робином, какие они приключения приключались, это совершенно отдельный разговор. Возможно, там коньки были. По-моему, были все-таки, да? Но дело же не в том, что он, конечно, катается на коньках по заснеженному озеру, значит, зимой, да? И это вот откуда-то... Это где-то мы уже видели. А дело в том, что это совершенно другой Пятачок. Посмотрите, он по-другому выглядит. У него очаровательный Пятачок, который больше напоминает даже хоботок. И от этого поросеночек только прелестней. У него уши, которыми позавидовал бы любой кролик, потому что это, сразу скажу, фантастическое, сказочное создание. Точно так же, как и его подруга, не удивляйтесь, пожалуйста, корова. Корову зовут Аделаида. И тот, кто сейчас вспомнит маму Му, значит, прекрасную совершенно, тот будет тысячу расправ, потому что действительно у нас уже есть одна прекрасная, говорящая, значит, непоседливая, очень наивная, но при этом добрая и умная корова, да? Настоящая, причём, корова с копытами, с рогами, с выменем, да? То есть такая вот корова-корова, да? Которую придумал скандинавский художник. И вот теперь у нас есть ещё одна корова по имени Аделаида. Надо сказать, что, конечно, у Мюна никакой коровы не было. Это совсем не тот Пятачок и не та история. Просто многих поросят зовут совершенно одинаково, Пятачками. И вот, понимаете, в чём дело? Эта история начинается необычно, как-то так вот, без предисловия. Однажды Пятачок катался и продолжается точно так же, потому что корова живёт в очень уютном доме. Но когда вы дочитаете до этого дома, вы уже встретитесь с стихами, которые сочиняет Пятачок. Тоже, опять же, такой вот привет классическому персонажу и классическому автору. Он только там, конечно, Винни-Пух сочинял. H2O на озере превратилось в лёд. Рыбки огорчились. Вот, вот, вот. Во-первых, ребёнок не знает, что такое H2O. И знать он, в принципе, в дошкольном возрасте это, как правило, не может. Ну, то есть, бывают исключения, конечно, да, очень начитанные, образованные дети, которые читают всякий научпоп детский, да. Но вообще, в принципе, это такой привет взрослым. И вообще в этой книге много секретиков, которые меня очень насмешили, очень порадовали, и которые только взрослый читатель поймёт. Но при этом ребёнок с удовольствием эти секретики будет рассматривать, и ему, в общем-то, что-то в них покажется знакомым. Я приведу, конечно, конкретные примеры. Вот в упоении наш Пятачок скользит по льду. Вот, действительно, если что-то удачно, если, ещё раз повторю, талантливому автору можно всё. Вот Пятачок, не похожий на поросёнка, слишком длинный Пятачок, слишком длинные ушки такие кроличьи, да. Вот, он совершенно фантастически, потрясающе придуман. Вот радость от скольжения по льду передана на 100%. Это просто, ну, не объяснить никакими словами. Кроме того, здесь есть кое-какие сюрпризы, да. Вот, в частности, вы увидите на льду, или подо льдом кое-что там нарисовано, да. Это совершенно такие очевидные отсылки к будущим страницам книги, к продолжению истории. Как всегда, рассказывая о детской книге, я вам её отчасти пересказываю. Однако ему стало скучно, и он пошёл, естественно, за своей подружкой, вот, потому что, значит, в зимние месяцы, вот, в большом тёплом доме, вот он здесь нарисован, совершенно очаровательно. Ну, то есть он небольшой, нетёплый, он выглядит, как домик на дереве. Дом на дереве, да, убежище, тайное место, пиратское гнездо, да, то, что должно быть у каждого ребёнка обязательно, вот. И вот в таком именно замечательном месте и живёт корова по имени Аделаида. Ну, вообще, в принципе, есть имена, которые, если ты присваиваешь кому-то, то уже смешно, потому что Аделаида, это, ну, как вам сказать, это, может быть, кто угодно, но только не корова. Видимо, всего такого вот шлейфа образного, который тянется за этим именем, да. И, соответственно, он тоже, я читаю стихи, они идут вместе кататься, я тут немножко пропускаю, да. Но вот один из первых сюрпризиков, который раскидан в книге. Корова на льду – это не просто народная поговорка, пословица, да, присказка. Это ещё и вполне реальное явление. То есть корову, если поставить на коньки, то цирковые номера на льду она, ох, как нескоро начнёт показывать. Не в силу неуклюжести, это довольно-таки уклюжее животное, а в силу того, что ей, в принципе, тяжело с её четырьмя ногами. И здесь очень смешно, я бы сказал, уморительно описано, как она пытается кататься на этом льду. А вот тут вот нарисована схема движения. Что это? Виртуянский человек Леонардо? Только это, конечно, корова Леонардо, да, как вы понимаете. Или это схема движения коровы по льду, будьте осторожны, да, или это чертёж. Но это очень смешно, хотя это маленькая крохотная деталька, которая иллюстрирует как раз вот эти описания. Тут у нас нарисовано красными стрелочками, куда идёт левая нога, куда правая нога, куда левая и задняя, куда правая и задняя, и куда хвост. И в целом корова делает, конечно, шлёп на лёд раз за разом. Потом она, наконец, научилась кататься, потом они утомились и сели на лёд. И вот тут ещё одна прекрасная совершенно иллюстрация. Это такое умиротворение, такое, вы понимаете, только художник, который понимает, что и как он должен сделать, позволит себе нарисовать вот такую половинку этого разворота. Это вот иллюстрация в разворот, и вы видите, что здесь у нас огромное солнце, да. Больше ничего практически на листе нет. Вот оно, это солнце над лесом, и этого достаточно. Оно освещает, оно согревает вот эти вот умиротворённые лица. Но умиротворение длилось недолго, потому что в дело вступает новый персонаж. И тут у нас есть ещё один кинематографический трюк, который, значит, они ощутили некоторый толчок, значит, и корова, и пятачок, да. И они подумали друг на друга, естественно, что ты пихаешься, да, то есть, типа, что ты. Вот. И вот этот кинематографический ход прекрасный, да. Называется он «Наезд» или «Сверхкрупный план». Вот, прекрасный совершенно, да. Такое удивление, такой художник, ну, вот порезвился художник, да. Конечно, такое кадрирование не для детской книжки, вы же понимаете. Но это сделано максимально удачно. То есть, вот эмоции обоих персонажей передаются на 100%. Да, они очень удивлены. А удивлены они тем, что что-то чувствуют, потому что там внизу кто-то есть. Вот. И там, конечно, внизу очень-очень кто-то, кто хочет с ними поговорить. Вот. И они предлагают написать ему письмо. Пятачок предлагает написать ему письмо. Хотя вряд ли какой-то почтальон резонно возражает ему Аделаида согласиться доставить письмо под лёд. А давай напишем на самом льду. И они пишут на льду, только у них получается не «Привет», а «Тевирб». Понимаете, да? Зеркально. И дальше идёт вся эта игра до конца книжки с зеркальным отображением. Ребёнок будет в восторге. Особенно если он знает уже буквы, азбуки, да? То ему будет очень интересно прочитать некоторые слова наоборот. Так как они были бы прочитаны рыбой, да? Ну, которая смотрит на них из-подо льда. Соответственно, она и отвечает. Тут такой «абыр». Ну, то есть рыба, да? И вот этот таинственный «абыр» пишет им письма, да? Вот. И здесь есть тоже маленькие такие секреты, да? И то, что ей нужно, этой самой рыбе, несложно догадаться. Это О2. Вспомните H2O в начале книжки? О2 – это кислород. Если кто когда-нибудь сталкивался вообще с вовлей рыбы и с, скажем так, водоёмами средней полосы севера, которые замерзают на тьму, они прекрасно знают, что полынья или прорубь – это жизненно необходимая вещь. Рыбе нужен кислород. Рыбы, несмотря на то, что живут под водой, должны дышать, как ни странно, да? Вот. И если вода не соприкасается с воздухом, рыба может запросто задохнуться подо льдом. Всегда есть промоины, всегда есть, значит, оттаивающий лёд возле… на глубоких местах или возле берега, или там, где быстрое течение, да? Вот там рыбе хорошо. Но в маленьких водоёмах таких вещей нет. У ребёнка, конечно, знать об этом неоткуда, да? И вот он с удовольствием, с удивлением узнаёт о том, что рыбе нужна помощь. И помощь уже спешит. Пятачок летит, ну, помним, да? То есть, опять же, классическая отсылка к сюжету, да? Вот он стремительно летит, и уши его развиваются, вот, и он стремительно летит назад, неся средства спасения. Это, друзья мои, штопор. Ну, каждый взрослый знает, что штопор – это реально средство спасения, такой волшебный инструмент. То есть, ты здесь двигаешь штопор, показываешь, да? И жизнь как-то сразу становится, ну, легче, заиграет красками и так далее, да? Но, опять же, ребёнку знать об этом неоткуда. Поэтому штопором они сверлят лёд, и рыба спасена. И слышится «уф-уф-уф», всё это нарисовано большими буквами, и ребёнок, опять же, с удовольствием всё это будет повторять. Вот, и замечательное слово «оби-сапс», что, как вы понимаете, спасибо от того самого Абыра, который теперь спасён. И вот довольные наши персонажи сидят. Значит, уже едят какие-то леденцы, сделанные из сосулек, да? В общем, проводят по детске время. Но главное – это доброе дело сделано, и они помогли тому, кто нуждался в помощи, был в беде. Это очень важный урок для самого маленького читателя. А про книжку я могу сказать, что бесконечная выдумка, с которой автор и художник подошли к этой истории, сделала из довольно-таки простого эпизода настоящую сказку. Вот посмотрите на этот зимний лес, да? Это у нас Нагзат. В принципе, можно было бы нарисовать что-нибудь такое милое и забыть об этом. Но нет, художник придумывает совершенно потрясающую вещь. Во-первых, во всей этой книжке я уже рассказал, что много будет сюрпризов для взрослого читателя, очень приятных. Например, полностью реализована метафора деревья под шапками снега. Они действительно, каждая под шапочкой, каждое дерево нарисовано. И внутри книжки, здесь на форте. И одно дерево – это наше любимое дерево. Под красной шапочкой с помпончиком обязательно. Это очень здорово придумано. И таких придумок внутри довольно много. Сказка милая, сказка для дошкольного возраста, несмотря на всякие там H2O и так далее. В ней ничего сложного, и она очень понравится и маленьким, и взрослым читателям. Спасибо за внимание.